Я бы, конечно, показал вам, где я учился. Это будет чуть позже. Но вот из курса физхимии я вам расскажу, что вселенная любит увеличивать свою энтропию. То есть, к примеру, вот у вас сделанный ремонт, да? Но рано или поздно вам необходимо будет что-то переделывать. А возможно, сделать новый ремонт. Но возникает вопрос, а где взять товар и по оптовой цене? Так вот, товар по оптовой цене в самом дешевом месте города. Это торговая ряда на автомобилистов, павильон номер 49 и 50. Почему цена оптовая? Да потому что люди работают. И у них уже все есть, по сути-то. Только что не надо немножко, чтобы покушать было. И в этом-то главное правило. Потому что в городе Магнитогорске очень много продавцов. И вот они цену-то приподнимают. А самые дешевые цены здесь. Итак, как сюда доехать? А доехать-то просто. Помните Орион? Так вот сюда. То есть по Советской, до Вокзальной и там направо. Но не в третий проезд. Был это время, когда сюда приезжали строители. Но из того времени остался один строительный павильон в торговых рядах на автомобилистов. И он работает. И, кстати, цены-то не изменились. И вот только павильон вырос в два раза. И так же продолжает свое нормальное существование. Кстати, все достаточно забавно. Но, по сути, я сюда только и буду ездить. Потому как больших нормальных строительных магазинов-то и не существует. Рынков в городе-то много. И вот они туда, вместо того, чтобы за недорого размещаться в эфире. А здесь и эфир, и грамотные покупатели. И вы знаете, это не только те, кто работает. Ну, здесь более доступно, так скажем. Я, конечно, понимаю, что вы тоже пенсионер, да? Да. Но у пенсионера же пенсия, да? И вы особо не разгуляешься. Ну, скромно, конечно. Зарплату нам скромно выдают. Ну, и на эту зарплату можно здесь что-то купить? Да, я к ним всегда хожу. Всегда. У них подешевле, чем везде. Наверное, наполовину. Ну, чтобы вы быстро так доехали. У этих пенсионеров действительно достойная пенсия. По цене от 300 до 400 долларов. И что-то стало как-то непонятно? Ну, и они строят. Потому что знают, что дешевле строй Урал Опта по цене просто не найти. А есть тут в действительности все. Где-то 68 я смотрел, копеек одна. Но здесь, говорят, 55. О, тоже неплохо. 50 копеек? Неплохо. Неплохо. То есть это уже есть показатель того, что, да? Ну, тогда можно заходить в этот магазин. Да, и, кстати, из разряда того, что вы ни в одной точке по работе с электроинструментом не найдете. Даром, что он тут дешевле, чем где-либо. Так вы еще и на скидку можете нарваться, принеся сюда свой старый, по сути, негодный электроинструмент. И вот такого-то нигде и нет. Я, конечно, понимаю, что вы можете брать инструмент, и даже непонятный, и выдавать на него замечательный электроинструмент. Но какой у вас был самый непонятный электроинструмент, который вы брали? Мы брали это, даже приносили и холодильник предлагали. Не только холодильник, микроволновку даже нерабочую предлагали. Вы берете их, что ли? Конечно, нет, но скидки делаем. А если пришел, допустим, человек, и у него старый-старый, древний какой-то инструмент еще Советского Союза, так же можно поменять? Да, конечно, можно приносить это к нам. И хоть и САЛДЭПовский еще инструмент, мы все равно берем и делаем скидки очень хорошие. И вот как они улучшаются. Мы сюда приходим, и здесь постоянно люди. Но, по сути, это не так получается, потому что мы просто приходим и видим людей, которые здесь берут себе замечательные инструменты, приспособы всякие. Надо понять. Вот посмотрите. Вы, допустим, поставили себе дешевый дом, да, и не захотели ничем обустраивать. Так здесь есть все то, что нужно. Делайте, пожалуйста. И в развес, и в гипсокартон за моей супругой стоит. Также можете крышу поднять и утеплить. Перфекс, Ротбан. Ну, в общем, понять-то надо. Здесь на вас деньги не делают. Здесь просто живут. Живут и работают вместе с вами. А вы занимаетесь ремонтом или что-то облагоустраиваете. И поверьте, в этом и есть смысл жизни, а не в том, чтобы сидеть, ждать, когда будут деньги. Да денег не будет никогда. А вот теперь, чтобы вы поняли, куда ехать. С нами, по сути, ни один стройрынок не работает. Да и шут с ними. Пусть, наконец-таки, поймут, что ценник-то недорог и стартует от суммы в 5000 рублей за сюжет. СтройУралОпт работает. И здесь, по сути, все хорошо. Тепло зимой, прохлада летом. Денежки хоть и не льются рекой, но денег хватит. И в этом-то правило. Не открывайте точку, чтобы высосать бабло. Точка должна работать. И вот он, результат. Понятный результат, куда вы можете прийти и купить все по оптовой цене. Это павильон номер 49 и 50 торговых рядов на автомобилистов. Как доехать я вам сейчас показал. С помощью 3D-графика вы поймете, что это угловой павильон. И мимо него не проехать. Дело в чем заключается. Я вот смотрю на правый, на левый. И так и не вижу ни одного здесь магазина, который бы продавал оптом товары. А павильон стройУралОпт занимается и продает вам по оптовой цене. Причем не только товары, а также инструменты и все остальное. Поэтому смысл сюда заехать очень даже очевиден.